Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 мая. Память святого благоверного князя Константина и чад его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев. Этот святой благоверный великий князь Константин Святославович происходил из рода великого князя Владимира, крестившего святым крещением землю русскую. В 1192 году вместе с сыновьями своими князя Михаилом и Феодором из славного города Киева он пришел в Рязанскую землю, городу Мурому. В этом городе жили в то время язычники, непросвещенные еще познанием истинного Бога. Задолго еще до святого князя Константина, родственник его, сын великого князя Владимира, благоверный князь Глеб, которому назначен был во владении город Муром, употребил много усилий, чтобы овладеть им и склонить его жителей к принятию святого крещения. Но не смог этого сделать и два года жил вдали от него на расстоянии двух поприщ. Поприща, мера расстояния, в 690 соживаний. Думает, что, встретив сопротивление муромца, святой Глеб поселился на реке Ишне, в 12 верстах от Мурома. А потом святополк обманом вызвал его к отцу и на пути он был убит. Кончина святого князя Глеба последовала в 1015 году. И сей святой благоверный князь Константин с сыновьями, бывшими при нем войском, вступил в битву с муромцами под самым городом, и произошло весьма большое сражение, в котором был убит благоверный князь Михаил. После сего он снова вступил в битву с жителями города, и после одержанной над ними победы взял Муром во владение себе и стал на нем княжить. В нем. Прежде всего он построил в городе старой горной части его первую церковь, в честь благовещения Пресвятой Богородицы, и похоронил здесь убитого сына своего благоверного князя Михаила, а потом обратил горожан-язычников в христианскую веру, и крестил их святым крещением. Возблагодарив Бога за успех в этом деле, святой князь построил впоследствии много других церквей и учредил в своем городе епископскую кафедру. Проведший затем жизнь свою в истинной вере и непорочности во всем, являясь всегда защитником бедных и сирот, он вскоре отошел ко Господу. Его кончина причинила великую скорбь народу. Все оплакивали его, как отца, и похоронили у построенной им церкви в Благовещении вблизи сыновей его, благоверных князей Михаила и Феодора. Впоследствии времени родственник святого князя Константина, благоверный князь Георгий Ярославович, возобновил первоначальную церковь в Благовещении Пресвятой Богородицы, и с того времени прославил Господь святых князей Константина и сыновей его, так как у гробов их стали совершаться чудеса. Спустя много лет после этого, в 1553 году, благоверный царь и великий князь Сеяруси Ян Васильевич, идя в поход против нечестивых сатар в город Казани, зашел в город Муром и пробыл здесь две недели. Совершив молепсию у гробов святых чудотворцев, он дал обещание построить монастырь, если возвратиться из похода в Победою. С Божьей помощью он взял славный город Казань и, возвратившись в свой царственный город Москву, повелел у гробов святых чудотворцев построить каменную церковь. И когда стали копать рвы для этой церкви, то нашли мощи святых князей целыми и нисколько не поврежденными. По окончанию постройки церкви в нише церковной стены было устроено особое место, где и положены были святые мощи их. Благоверный царь и великий князь Иоанн Васильевич Сеяруси Самодержес повелел тогда рязанскому епископу Гурю осветить новопостроенный храм и прислал к освящению его различную церковную утварь. Храм был освящен, устроен при нем монастырь, и с торжеством было отпраздновано это событие. В то время у гробов святых князей совершилось много чудес, которые совершаются и до ныне во славу Христа Бога. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.